Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Карла Маратта или Маратти. Итальянский художник, работавший в основном в Риме и известным в основном своими классическими картинами, выполненными в классической манере позднего барокко. Хотя он является частью классической традиции, восходящей к Рафаэлю, он не был свободен от влияния живописи барокко и особенно в использовании цвета. Его современник и друг Джованни Беллори написал раннюю биографию Маратта. Я цитирую Википедию. Родился в Камерана, тогда входивший в состав Папской области, 15 мая 1625 года. Отправился в Рим в 1636 году. Стал учеником в студии Андреа Сакки. Его картины были вдохновлены работами великих художников из Парма и Болония. Они бали Карачи, Кверчино, Гвидарини, Франческо Альбани и Джованни Ланфранк. У нее сложились тесные отношения с Сакки вплоть до смерти его хозяина в 1661 году. Фреска Константин приказывает уничтожить языческих идолов 1648 года. Для баптистерии в Латиране, основанной на рисунках Саки, привлекла к нему внимание как художник. Папа Александр VII заказал ему множество картин, в том числе «Посещение» для Санта-Марии де Лапачи и «Рождество» в галерее Кюринальского дворца, где он работал под руководством картона, который выбрал его для этой задачи. Его картины конца 1650-х годов демонстрируют свет и движение, заимствованные из живописи Иеринского барокко в сочетании с классическим идеализмом. С 1660 года он наработал частную клиентскую базу среди богатых меценатов Европы, основав самую известную художественную студию в Риме своего времени, а после смерти Бернини в 1680 году стал ведущим художником Рима. В 1664-м Марата стал директором Академии Сан-Лука, продвигал изучение и рисование искусства классической древности. Был известным художником-портретистом. В 1679-м или 1680-м у Марата и от его любовницы Франческо Горми родилась дочь Фаустина. Он юридически признал ее своей дочерью в 1698 году, а вдове в 1700-м году Марата женился на матери девочки. В 1704-м году Марата был посвящен в рыцаре Папой Климентом XI. В связи с общим снижением покровительства, примерно в начале XVIII века и в основном из-за экономического спада, Марата занялся реставрацией живописи, включая работы Рафаэля и Карачи. Продолжал управлять своей студией до глубокой старости, даже когда больше не мог рисовать. Умер художник в 1713 году в Риме и там же был похоронен. Ну вот так вкратце о итальянском художнике, который работал в основном в Риме и был известен в основном своими классическими картинами, Карло Маратто или Маратти. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok